Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта из скумбрии нам понадобится одна скумбрия весом 800 грамм. У меня рыба свежемороженная, я её разморозила не до конца. Так легче с ней работать. У скумбрии отрезаем плавники со стороны брюшка. Затем возле головы. Теперь отрезаем хвост и голову. Теперь делаем надрезы вдоль хребта, со стороны спины, отделяя филе от хребта, при этом не разрезая брюшко. Поочередно с двух сторон от хребта. Великолепная скумбрия вместо лосося на праздничный стол. Этот рецепт удивил всех моих гостей. Я всегда буду так готовить скумбрию, точно вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Если вы не знали, что приготовить на Новый год, это идеальный рецепт для вас. Невероятно простой и лёгкий рецепт рыбы из простых и доступных продуктов. Жареная рыба уже в прошлом. Божественная скумбрия, которая просто тает во рту. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Отличное блюдо из рыбы на праздничный стол. Теперь отделяем хребет. Удаляем внутренности. Обязательно удаляем чёрные плёнки для того, чтобы рыбка не горчила. Удаляем кости. Вот такая рыбка получается. Переворачиваем её кожей вверх и делаем надрезы на расстоянии двух сантиметров друг от друга. Дорогие мои, для меня очень важна ваша поддержка. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду вам очень благодарна. Также для меня очень важно ваше мнение. Пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Теперь переворачиваем рыбку и приготовим маринад. Нам понадобится две столовые ложки оливкового масла, две столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки французской горчицы в зёрнах. Также нам понадобится две столовые ложки лимонного сока. Добавляем сок половины апельсина. Добавляем по половине чайной ложки специи к рыбе, копченой сладкой паприки и гранулированного чеснока. По желанию и по вкусу добавляем чёрный перец. Папара-папа! Хорошенько перемешиваем маринад. Тщательно промазываем рыбку подготовленным маринадом. Папара-папара-папа! Папа-папара-папа! Папара-папара-папа! Папара-папа! Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Посыпаем рыбку и оставляем промариноваться скумбрию на 1 час. По истечении времени четверть кольцами нарежем один довольно крупный репчатый лук. Мелко нарезаем кольцами и кольцами. Мелко нарезаем кольцами. Теперь лук солим. Я добавляю 1 третью чайной ложки соли и добавляем 1 третью часть чайной ложки сахара. Хорошенько перемешиваем лук и перекладываем в форму для выпекания. Укладываем рыбку на лук кожей вверх. Красивенько заворачиваем краешки рыбки. и смазываем ее оставшимся маринадом. Теперь половину апельсина нарезаем четверть кружочками. и закладываем апельсинки в рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Скумбрия готова. Подаем к столу. Украшаем блюдо зеленью, лимоном. Рыба получается невероятно вкусной, сочной, ароматной. Прекрасно смотрится на праздничном столе. Отличная идея к новогоднему столу. Рыба на луковой подушке в духовке еще никогда не была такой вкусной. Скумбрия в духовке простой и полезный рецепт. Вкусный рецепт макрели, который впечатлил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовать его. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием! Пока-пока!